Дети не могут быть счастливыми, если их дразнят, бьют и оскорбляют. За 22-й год в мобильную кризисную службу Республики поступило 135 фактов жестокого обращения с несовершеннолетними детьми. Из них 23 факта являются физическим насилием. Как избежать вспышек агрессии в сторону ребенка узнала Галина Чекурова. В начале января текущего года Республику всколыхнула аудиозапись. Мать, выполняя задания по английскому языку, угрожает сыну расправой, а также применяет в отношении к несовершеннолетнему насильственные действия. Прокуратура Мегина-Кангаласского района организовала проверку по факту распространения данной аудиозаписи. Как оказалось, семья из села Хаптагай. На данный период времени возбуждено уголовное дело. При возбуждении уголовного дела установлено, что женщина при выполнении сыном домашнего задания, испытывая личные неприязненные отношения, используя нецензурные выражения, высказала в том числе и в его адрес угрозу убийства. Двое детей из семьи, отобранные, находятся в детском учреждении. Прокуратура района по выявленным нарушениям законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, в семейном неблагополучии внесено представление начальнику районного управления образования, которое находится на рассмотрении и контроле. Из-за жестокого обращения в сторону несовершеннолетнего возникают проблемы не только у взрослого, но и у ребенка. Из-за такого отношения травмируется психика несовершеннолетнего и является причиной многих психологических проблем. Необходимо помнить, что любая травма, любое насилие и жестокое обращение будет вести с собой психологические проблемы и влиять на все сферы жизни ребенка в будущем и может вести различные последствия. Сдержать вспышки агрессии в сторону ребенка можно несколькими способами. Так психологи рекомендуют родителям быть не только более внимательным и лояльным к ребенку, но и следить за своим стабильным эмоциональным состоянием. Можно больше уделять свободного времени для себя, для родителей, то есть следить за своим состоянием, чтобы это состояние не передавалось для детей. Также, чтобы помочь своему ребенку, родитель сам должен быть организованным. И не зря говорят, инструкцию в самолете мы помним, надень сначала маску на себя, а затем на ребенка. То есть это говорит об ответственности, ответственность родителя за свою жизнь, за поддержание в ней силы и радости. Агрессия в сторону детей появляется из-за проблем не только внутри семьи, но и из-за большого количества сторонних факторов. Чтобы наладить отношения ребенок, родители различной организации проводят профилактические беседы. С 2012 года проводится месячник психологического здоровья. В рамках этого месячника мы работаем со всей категорией детьми, также родителями и специалистами. Также наш центр организовал в этом году, он проводит родительская среда. Каждую среду для родителей проводятся лекции, всеобычи. И участвуют и специалисты школ, педагоги-психологи. Также из дошкольных организаций тоже проводятся вот такие лектории. Если с ребенком обращаться жестоко, он не начинает меньше любить своего родителя, а начинает меньше любить себя. Галина Чекурова, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем.